Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами поиграем в очень крутую игру, которая называется Hydronir. В ней мы будем добывать различные драгоценные металлы, алмазы, бриллианты, изумруды и прочее. Потом, конечно, всё это добро мы будем продавать, и за полученные деньги добычу можно будет автоматизировать. Будем строить различные штуковины, механизмы, и даже можно будет построить свой маленький завод по добыче драгметаллов. И да, если вам понравится эта игра, вы всегда можете поддержать меня с помощью лайков. Как происходит добыча, спросите вы? А всё очень просто. Тут-то мы будем добывать наши драгоценности. Для этого потребуется лопата. Кстати, очень неудобно, что здесь нету какого-то инвентаря, и каждый предмет нужно перетягивать отдельно. Да, это добавляет реализма, но это не очень удобно. К этому нужно привыкать. Далее мы берём ведро, относим его сюда. Опять же лопату в руки, и пошла работа. Засыпаем ведро, ещё немного засыпаем, раскапываем, и ещё, и ещё. Ага, больше нельзя. Далее нужно взять ведро, отнести его к речке, взять тазик, наполнить водой, положить сюда, взять ведро, высыпайте ведро в тазик. Отлично. И всё это дело промыть хорошенько. По итогу я ничего не добыл. Ничего нету. Ладно. Москва тоже не сразу строилась. Пойдём работать дальше. Единственное, что радует, чем глубже мы копаем, тем больше шанс найти что-то хорошее, что-то дорогое, что-то, что можно будет продать. А ещё после того, как я заработаю первые деньги, можно будет воду подвезти непосредственно сюда. И не придётся каждый раз бегать. Это очень удобно, но пока нужно поработать ручками. Что ж, это даже весело. Давайте. Ух, ну хотя бы хоть что-нибудь, пожалуйста. Хоть какой-нибудь маленький кусочек золота или бриллиантик. Оу, нифига себе, вот это улов. Смотрите-ка. Есть золотая руда. Раз. Положим её пока сюда. И золотая руда. Два. Великолепно. Так, с карту я пока уберу вот сюда куда-нибудь. Она будет мешаться. Ладно, пускай лежит здесь. А тут будет наше маленькое хранилище. Что ж, понеслись. Работаем дальше. Можно уже пойти продать и эти золотые слитки. Ювелиру, например. Но я хочу собрать побольше, чтобы сразу заработать кучу денег. Так. Кстати, переносить можно тоже только по одному золотому слитку. Для того, чтобы переносить больше, надо будет их погрузить в тазик. И в тазики уже отнесём ювелиру. Работы, короче, предстоит непочатый край. Но первые деньги уже заработаны. Это радует. Так, высыпал. Немножечко просыпал. Но это ерунда. Вау. А это что такое? Это у нас железная руда. Да, как бы кусок большой. Но это всего лишь железная руда. Ладно, положим сюда. Кстати, в общем-то золото можно будет переплавить в один большой слиток. Это тоже хорошо. Слитки проще продавать, наверное. Так, поехали. Да ладно. Постоянно выпускаю лопату из рук. Вместо того, чтобы нажимать мышку, нажимаю кнопку Е по привычке. Но ерунда. Мы уже глубоко докопались. И ресурсов там действительно всё больше и больше. И даже железо. Хотя нафиг мне железо. Давайте золото. Или драгоценные камни. Да, можно будет ещё крафтить различные украшения. Но... Ха-ха-ха. Зачем это было сделано? Но это потом. Не знаю. Дороже они продаются, чем материалы по отдельности. Но попробовать нужно будет. А-ха-ха. Давай, высыпай. Всё ещё не привык, не адаптировался. Ну ерунда. Золото. Блин, сколько же золота. Может быть мне уже на целый слиток хватит. Я не знаю. Надо будет всё это добро пересыпать в тигель. Разогреть как... Подожди, подожди. Разогреть как следует. Потом залить форму. Ну и по итогу может что-то получится годное. Ну а я дальше копаю вглубь. Не знаю, насколько глубоко получится раскопать с этого места. Но пока вроде бы копается. Я и не жалуюсь. Чик. Чик. Да, рано или поздно здесь на участке земля закончится. Но тогда можно будет пойти купить новый участок. Но это всё опять же потом. Хочу сначала автоматизировать этот. Хотя бы подвезти воду. Мне уже этого будет достаточно. Чтобы не пришлось бегать. Такс. Давай золото. Ой, что-то в этот раз вообще мало. Один маленький слиток. Жалко, ладно. Ой, ведро. Чуть не забыл про ведро. Ну давай, лопата. Мы же глубоко с тобой зарылись уже в землю. Но она, видите, хватает почву по сторонам. Именно дальше вглубь копать она не особо таки и хочет. Приходит. А как это произошло? Почему ведро улетело? Да, такое иногда случается, видимо. Сперва таз улетел, теперь ведро. Это ж с какой силой нужно его пнуть, чтобы ведро, заполненное землёй, доверху, улетело так далеко. Это было бы неприятно и очень больно. Такс. Давай, 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 давай сюда. Ещё немного щёточки. Вот кажется, что сейчас, вот именно сейчас там будет дофига золота. Я хотел сказать. Но опять железо. Да что же ты будешь делать? Как будто бы я уже выкопал всё золото. Ну, в самом деле. Что за дела? Ладно, раскопаем сбоку, чтобы можно было туда спуститься поглубже. И, быть может, получится добраться до драгоценных камней. Они сами по себе будут дорого стоить без дополнительной обработки. Так. Так. Воба. Ну, мне уже нравится эта куча. Не знаю, как вам, но эта куча просто прекрасная, великолепная. Да. Хватит. Хватит выбрасывать ведро. Чувак, тебе нужно просто высыпать. И просто... Вообще пустота. Куда делось всё везение? Такое начало было бодрое. Я думал, буду просто купаться в золоте. Но, как видно, пока нет. Пока не купаюсь. Такс. Ещё. Ну, давай. Этот заход уж стопудово должен получиться хорошим. Хотя. Вы заметили, когда я говорю, что всё должно получиться классно. В итоге получается пустой тазик. Это плохо. Поэтому давайте. Сейчас будет всё плохо. Тазик будет пустым. И... А-а-а. Работает. Нифига себе. Вот это супер методика. Супер методика. Такс. Вообще плохая земля. Ничего полезного в ней нету. Она меня огорчает. Постоянно какую-то хрень выкапываю. Один шлак. Я бы вообще эту работу забросил. Как я не люблю копать. Как же я ненавижу набирать воду в тазик. Сейчас стопудово тазик будет пустой, как всегда. Не надо ничего высыпать. Стопудово будет. Абы что. Вообще ничего не будет. Вообще. Даже кусочка железа маленького не найдётся. Ладно. Это действительно круто. Хорошо. Я думаю, что можно уже пойти продать первые полученные материалы. И попытаться что-нибудь прикупить. Давайте сделаем так. Всё это добро соберём в ведро. Такс. Железо я пока оставлю. А вот золото надо бы сложить. Жаль, что приходится это делать по одному кусочку. Ещё ни разу не пользовался плавильней. Но в теории знаю, как она работает. Посмотрим, получится у меня что-то или нет. Добери же ты кусок этот. Чёрт побери. Такс. Ещё. И ещё. Великолепно. Потащили. Прямиком в мастерскую. Что странно, в мастерской уже есть предметы. Но я эти предметы использовать не могу. Например, вот эти трубы, чтобы прокачивать воду. Потому что их нужно покупать. Допустим, входная труба стоит 36 чего-то. Пробка стоит 15. Труба с вентилем 22. Титруба 22. Короче, такое вот дело. А вот печь. Окей. Оказывается, печь тоже нужно покупать. Я думал, могу ей воспользоваться. Типа, возьму тигель. Положу в печь. Она нагреет. И я потом перелью всё это в литейную форму. Но нет. Так просто ничего не бывает. Придётся тащить это добро ювелиру. Вряд ли ювелир, конечно, купил бы железо. Поэтому я оставил его там. Но за золото-то он должен мне хороших денег отворить. А? Уж точно. Такс. Это ювелир, да. Давайте высыпаем всё это. Стоп. Высыпай, дружок. А чё ты не высыпаешь-то? На пол высыпает. Туда не хотел. Ладно. Мы всё сами туда сложим. Мы не гордые. Нормально. Интересно, сколько. Уже 26. Нормально. Так. Давай и это сюда. Куплю в первую очередь трубы. А дальше будет видно. Такс. 64. Почему-то большие слитки золота ненамного дороже стоят, чем маленькие. Цена практически не меняется. Такс. И последний кусочек. Будьте добры. 97 монет я заработал. Вот. 97. Монету тоже нужно перетаскивать. Положу её в тазик и потащили назад в мастерскую. Очень странная механика, но она прикольная. Вот что-то в этом такое есть. Напоминает мою маленькую кузницу. Даже по графике. Круто, круто. Мне нравится. Так. Притащили всё добро. Давайте попробуем купить входную трубу. Такс. 36 она стоит. Ну, давай. Вот монета. Купил. А где труба теперь? Можно её забирать? Ааа. Её можно забирать. Окей. Тогда давайте сделаем так. Деньги я буду хранить где-нибудь. О, у меня два тазика есть. Стоп. А деньги можно тут хранить. Они же никуда не пропадут. Правильно ведь? А вот трубу я попробую использовать. Не знаю, как она работает. Не знаю, как её установить. Но надо попробовать. Такс. А как-то повернуть её можно? Стоп. Я хочу её повернуть. Не той стороной. Стоп. Ну, вот так разве что. Да. Не густо. Не густо. Она не совсем ровно установилась. Но... А можно и поменять, кстати. А как её повернуть-то? Только разве что... Просто вдоль речки она ставится. А повернуть... А вот, наверное. Она немного поворачивается всё-таки. Слава богу. Короче, вот входная труба. Мне нужно как-то этот трубопровод продлить. Сейчас попробуем это сделать. Такс. Деньги лежат. Я бы хотел... Кровать ещё покупать надо. Офигеть. Я даже поспать не могу. Какой ужас. Ладно. Давайте... Прямую трубу возьмём. 22 монеты. Таких две, конечно, было бы хорошо. Но и одна тоже неплохо. Будем бегать меньше. А-а-а. Как-то... Как-то вот так надо. Да. Ну, капает. Капает. Ещё ближе нужно провести. А выше, интересно, трубопровод можно как-то сделать или нет? Сколько денег осталось? 39. Ещё на одну трубу хватит. Такс. Готово. Остаётся всего лишь пару монет. Но ничего. Скоро попробуем эту сумму приумножить. Главное разобраться с трубопроводом. Ну, типа, вот так, наверное, да? Ха-ха. Так. Где мой тазик? А я тазик, похоже, и не принёс. Посмотрим, будет ли вода капать сама в тазик. Очень интересно. Никогда этого не делал. Чисто знаю теорию. Может быть, тазик и перетаскивать не нужно будет каждый раз. Блин. Ну, давай. Как-то... Хо-хо-хо. Да, видите? Только когда трубу проведём ещё раз, только тогда можно будет поставить тазик где-нибудь здесь, и он не будет падать, и вода будет туда набираться. Хотя есть один вариант, слушайте. А если взять лопату? Ай, здесь копать нельзя. Только здесь. Я думал расчистить вот эту землю. И, короче, сделать какую-то ровную поверхность. Но пока... Пока только так. И вообще, по-моему, я не самое лучшее направление выбрал. Нужно будет всё это переделать. Как-то повернуть трубу. Благо, оно всё разбирается. Это здорово. Так. Ну, только четыре направления. Всё равно криба выходит. Ну, давайте поставим её здесь тогда. Так будет всё же получше. Но она смотрит как-то всё равно по диагонали. Неудобно. Давай, давай, давай. Вот так. Ну, окей. Что-то потихонечку получается. Но надо добывать больше драгметаллов, ходить их продавать. И, в общем, будем постепенно улучшать производство. А пока, друзья, на этом всё. Надеюсь, игра вам понравилась. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока.